Здравствуйте, товарищи! Спасибо вас, Игорь Михайлович. Вот это занятие нас с вами соединяет и разделяет. Ну, один лектор, другие слушатели. Как называется одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто? Граница. То есть, что нашей границей является занятие в Красном университете, общей нашей границей. Ну, надеемся, что это граница дружбы, до экзамена, по крайней мере, да? Но и зачет показал, что она и будет границей дружбы. Вот, товарищи занимаются хорошо, но я сразу хочу предупредить вас, что мы добрались с вами, потому что вот в чем преимущество занятий в университете, в отличие от занятий в кружках. Ну, кружки вроде хорошее дело, соберутся люди и пытаются разобраться, непонятно. А чем отличается занятие в университете? Ну, все вы, наверное, многие тут, наверное, большинство с высшим образованием, вы знаете, что смотришь, они вот еще только собираешься разобраться, они дальше пошли, и дальше пошли, и дальше пошли, и ты уже ничего не понимаешь, а уже надо сдавать экзамен. И когда к экзамену готовишься, то тогда, может быть, еще и в чем разберешься. Иногда бывает, что ты уже по ходу дела, ты уже не понимаешь, что тебе объяснять. Почему? То есть университет и любой вуз заставляет или побуждает, лучше сказать, людей двигаться быстрее и быстрее выходить за свой предел, за свою границу. А иначе будешь так и будешь ограничен. Два ограниченных человека, три ограниченных человека. Мы все ведь ограниченные, правда? Вот мы сидим с вами втроем, здравствуйте, и беседуем там по поводу своего понимания. Беседуем, побеседовали хорошо, в следующий раз встретились, опять побеседовали, и так мы и остаемся ограниченными людьми. И вот, так сказать, по всей России сейчас великой кружков очень много, а университет такой? Один. Почему? Потому что в этом университете, во-первых, надо выполнять задание, а это что такое? Так, вы можете быть большой потребитель, а тут вы хоть маленький, но производитель, правильно? Потому что если я много-много-много знаний потребляю, ну и что, я вот потребитель. А если я просто много буду знать, кто я буду? Знахарь. Да, знахарь. А диалекцию я не изучу. Нет системы, нет выведения. И нет известного напряжения, потому что вот если мы хотим выйти за свой предел, то нужно и соответствующее напряжение, учебное в том числе. И как вы заметили, наверное, некоторые товарищи с дистанции сходят. Почему они сходят? А потому что они думают, что раз я не понимаю, я не буду больше ходить. Так вся наука так строится, обычно всегда не понимаешь. Вот это я заканчивал математико-механический факультет. Обычное дело. Понимаешь, первая лекция, понимаешь, вторую лекцию, понимаешь, особенно спецкурс. С третьей лекцией я уже ничего не понимал, когда вот я сидел на занятиях по гомологической алгебре, которую нам вел лекцию, читал нам декан Боревич Зинон Иванович. Ну, сидим там, этот спецкурс, нас четыре человека или пять сидим. И я с умным видом просидел год. На следующий год, ну, я и не пошел его сдавать, это-то по выбору, можно было сдавать, не давать. На следующий год я снова пошел, я пять сидел. На следующий год я уже начал понимать. И ждал, и получил, там, сказать, оценку отлично. Но это надо просто понимать, что это не так. Есть вещи, которые, ну, не берутся сразу. Не берутся. Вот мы, я думаю, все уже усвоили, по крайней мере, кто, так сказать, не усвоил диалектику, тот усвоил, что она сложная наука. Тот это усвоил. И что это такое, так сказать, отношение, я, так сказать, некоторые легко с этим разбираются, как, допустим, Кровецкий. А, не надо тогда ее изучать, раз она такая сложная, ну, и черт с ней, зачем она нужна? Она плохая. Ну, занимайся своей хорошей. Мы не против же, правда? Занимайся ей хорошо. У нас тогда нет конкурентов. То есть, вся наука сложная. Кто знает простую науку? Ну, кто вот? Ну, что, вот физика простая, да? Вы представляете себе, что такое теоретическая физика? Это страшное дело. Страшное. Так все элементарно там, да? Химия. Это ужас. Всесовременная химия. Ну, как можно себе представить? Ну, и так далее. А медицина? А медицина еще себя не построила, как науку. То есть, она еще не такая сложная дисциплина, что она не совершила этот процесс выведения. И поэтому вот эта область есть, вот эта область есть, вот эта область есть. Где-то очень много экспериментальных медицины, эмпирических где-то что-то добывается. То есть, это очень сложно. И даже некоторые науки не могут себя построить именно как систему знаний. Поэтому мы находимся с вами как раз в такой ситуации, что вот есть наука, которая построена как система знаний. Это очень просто ее понять, устройство науки. Какое устройство? Элементарное, наука логики. Вот это первый том. Наука логики – это что? Объективная логика. Второй том – это субъективная логика. Кто-нибудь, кто не понял, поднимите руку. Все понятно? Наука в этой книжке. Ну, нету. Все поняли, как она устроена. Более подробно сейчас разберем, как устроена наука логики. Первый том состоит из двух книг. Первая и вторая книга. Первая книга называется «Учение о бытии». Вторая книга – «Учение о сущности». Кто не понял, поднимите руку. Нету таких. Третья книга – это она совпадает со вторым томом «Субъективная логика. Учение о понятии». Понятно? Все. Теперь это вы скажете, мы просто так вот перечисляем. Нет, мы сейчас будем выводить. Значит, «Бытие». Оно развивается, развивается, развивается. Ну, мы изучали уже, как оно развивается. Экзамены задавали, зачеты. Чего мы будем на этом останавливаться? И доразвивается до чего? До того, что оно снимает себя. Что значит «снимает»? Отрицает. Просто отрицает, и всё? С удержанием. С удержанием. Ну, так что вы так как меня пугаете? Я даже вздрогнул бы. Что такое вроде. Все писали правильно? Отрицание с удержанием. А то так некоторые присылают ответы. Отрицание с содержанием. Думаю, боже мой. Отрицание с содержанием. Не содержание, а удержанием. И вот в результате этого самого отрицания, что мы получаем? Получаем снятое бытие. А что такое снятое бытие? Чего, вы не знаете, что такое снятое бытие? Сущность. Сущность. Так все всё знают. Нам рассказывают. А рассказывать всё это сложно. Снятое бытие есть сущность. Если вы хотите иметь дело с бытием, значит, должны всякий раз сделать вторую операцию. Вот я на вас смотрю, ну, как бытие, очень тоже симпатичная молодая девушка. А если взять это с отрицанием, просто, так сказать, образа, она ещё глубоко изучает марксизм, знаток марксизма. У неё всякие вопросы по конституции будущей советской России, она всё время с нами обсуждается, еле отбился от неё. Почему это так, а вот почему вот это так? Вот вы, вас вообще не интересуют вопросы конституции, вы ещё до этого не доросли. А тут человек обсуждает уже детали. А почему? Потому что с отрицанием взять. Ну, а так, что вот, если я на вас посмотрю, человек в клетчатой рубашке, что этим сказано? Ничего. Человек с бородой. Это уже ближе к Марксу. Но недостаточно ещё. А вы должны сказать, а у Миши-то я куда могу деть? То есть, тогда уже ещё ближе к Марксу. Ну, а вот тут некоторые такие преподаватели ушлые, они ещё хотят, чтобы и по содержанию были, вот как Маркс. Это плохо, что мы от вас требуем, чтобы вы двигались к Марксу. Неплохо. Скажем, вот у вас тут требования, вы тут требуете зачёты, экзамены. Ну, а как без зачётов? Без этого нет университета. Без этого вот можно собираться и, так сказать, между собой, так сказать, обмениваться мнениями. И это что будет? Ну, это будет такой застой. Ну, знаете, как бывает? Вот вода вот, не просто она ровная, а так, 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 рябью покрывается, и всё. А? Явление. Явление, да. А сущность где? Вот, поэтому, и вот, это вторая книга, сущность. А дальше, вот сущности мы разбирали, ну, нетрудно перечислить или, так сказать, посмотреть, что было вообще в учении о бытии. Да в учении о бытии-то было, первая часть, это было качество, то есть бытие с определённостью. Потом пошло количество, и потом мера. А там были в этой мере скачки, когда изменяется количество, вдруг раз скачок, изменяется качество. Новое качество, опять изменение, новое качество. И вот это привело нас к понятию безмерного и к снятию этого самого бытия. Что что-то есть такое, что проходит через все эти самые скачки и всё через количественные изменения. Вот это называется снятые бытия. А в сущности, что мы, с чего мы начинали, тоже, нам тоже это всё понятно и знакомо. Я сейчас говорю о пройденном, поскольку у нас всё, да, понятие-то всё уже пройдено. Ну, что там непонятно, следует рефлексия. А что такое рефлексия? Отражение. А с чего отражаемся? А мы всё время отталкиваемся от бытия. Как только встретим бытие, оно появилось, раз, его отрицаем. Почему? Потому что мы не забываем, что мы находимся уже во второй книге в сфере сущности. Вы не забыли, какая у вас сущность? Сущность какая у вас? Сразу задумался. Только первый раз задумывались о сущности? Да. Почему у нас ставятся зачёты тем людям, которые первый раз задумываются о сущности? О экзаменаторах. Почему вы такой либерализм по отношению к экзаменаторам проявляете, товарищ проректор? Так что? Это что, так и неожиданный вопрос о сущности вашей? Помогите, товарищи. Социальная, коммунистическая сущность. Вот. Она сразу сказала коммунистическая, а у вас мелкобружазная. Вот вы сами признали. Ну, сущность-то у вас какая всё-таки? И мелкобружазная, и коммунистическая – это какая сущность? Человеческая. Социальная, социальная, то есть общественная. Сущность у вас общественная или животная? Ну, вот вы животное или растение? Животное. Животное, наверное. Животное, наверное. То есть, вы не уверены. Человеческий не уверен. Проявляет колебания. Гриб. Это вот который из банки, который там пьют. Да? Такой гриб, да? Какой? То есть, сущность человека-то какая? Общественная. То есть, вот вы как животное и как я, поскольку, а то, вы скажете, преподаватель называл слушателей животными. А потом сам признался, что он тоже животное. И так как-то это напряжение немножко так снизило. Накал. Вот, он признался, но тогда вместе мы уже в одной компании сидим. Но сущность-то наша общественная. И как представители общества, как с общественной сущностью, мы же с вами бесконечны и вечны. Так? Ну, общество может умереть? Нет. Общество, оно состоит из индивидов, но оно никогда не умирает. Это вот я могу умереть, вы не можете. А вот мы можем с ним. А вот общество никогда не умирает, оно бесконечно и вечно, по своей природе, по сущности. По сущности. Ну, конечно, бывают всякие там мировые, там, может быть, галактические катастрофы. Это мы оставляем за скобками. Энгельс говорил, что, ну, если такое произойдет, то в другом месте природа, материя, так же создаться свой цвет. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Только нас не будет, а общество будет развиваться. Вот мы для общества и печемся с вами. Правда? Вы же за общество. Ну, уже красный у нас университет, а же общественный, мы за общество всем. То есть мы в этом смысле уже по названию и по направлению бесконечный и вечный. Итак, кто хочет быть бесконечным и вечным, идите в красный университет и занимайтесь хорошо. Больше ничего не надо. Уже хорошо. Ну, еще делать надо в соответствии с этим. В соответствии с тем, что соответствует общественной сущности. То есть в интересах общества действовать, да, осуществлять общественные интересы. И выяснять, интересы какого класса являются общественные, действовать в интересах этого класса, пока классы есть. Пока интересы общественные носят классовый характер. И вот мы идем вот по этой сфере сущности. Сначала мы рефлексию рассматриваем. А рефлексия отрицает любое бытие, которое всплывает. Первое бытие, которое всплывает, существенное и несущественное. Выясняется, что это нас возвращает назад, с фероналичного бытия. Поэтому мы берём рефлексию всё-таки как отражение, и бытие единственное принимаем как равное самому себе отрицание. Если оно самому себе равно отрицанию, значит оно есть. Но оно есть только как отрицание самого себя. То есть, ну это сущность, вот такое вот. Поэтому и нас подготавливают, это педагогически правильно, методически правильно, к тому, чтобы мы восприняли, что такое тождество. Тождество – это тождество различного, а различие – это различие тождественное. И пошли дальше. А после различия пошла противоположность. Одна. А раз одна, то вот есть одна сторона и противоположная сторона. Но если эта сторона, вот если мы с вами одно, представляем одну противоположность, то значит у нас единство есть. А раз есть единство, значит одна сторона в единстве с другой. И другая сторона в единстве с первой. Значит каждый из нас противоположность. Значит у нас не просто единство противоположных сторон, а единство противоположностей. А это что такое? Противоречие. А противоречие, раз оно противоречие, оно идёт к гетцу грунта по-немецки. И мы получаем основание. А кроме основания есть основанное. И вот это разделение на основание основанное позволяет получить восстановленное через сущность бытие. Вот восстановленное молоко – это не очень хорошо. А восстановленное через сущность бытие – это очень хорошо. Она уже не такое бытие, которое без сущности А такое бытие, которое с сущностью И то есть есть вверх, так сказать, его явление И есть спокойное в явлении Спокойное в явлении, как называется? Закон закон Ну, всё знаете, то есть мы уже двигаемся Мы проверяли уже полного вилоги вот сейчас Дальше, закон А что, закон только в глубине, да? А наверху он никогда не проявляется А который не закон? Дескать, вот по закону я должен выполнять правила Этого самого дорожного движения А когда я выйду на дорогу, да мне плевать на них Тогда это закон? Если это в явлении никак не содержится Тогда это и не закон, правильно? Закон, который не выполняется, закон? Нет Ну, так вот, значит, только тогда он закон Когда он проявляется в явлении Так давайте, можно, значит, найти в явлении То, что закономерно Вот я на вас смотрю и нахожу То, что закономерно для Красного университета Что вы систематически, серьёзно занимаетесь Это же хорошо? Хорошо Хорошо Вот я обнаружил А то, что я обнаружил Вот, глядя на являющиеся формы Но то, что соответствует сущности То, что закономерно Как называется? Вот, знает человек Он тоже, его позиция тоже близка к истине Действительность То есть категория идёт Смотрите Не то, что было раньше Бытие Без всякой сущности А тверих Восстановлено через сущность бытия У которого есть что? Основание Ещё условия Предпосылки есть Правда? Потом Это явление и закон А теперь уже в явлении закономерное Вот действительное Вот те люди Люди, которые живут в обществе И заботятся об общественных интересах Это действительные люди А те люди Которые живут в обществе И заботятся только о себе Это недействительные люди Или не люди Я правильно сказал? Не законы общества нарушаются Они, так сказать Это не юридические законы Это не закон общества Они нарушают Сущность общества Они противоположны Человеческой сущности Это античеловеческие люди Вот можно как Можно просто говорить Вот капиталисты плохие Такие-сякие Ну почему плохие? Кому плохие? Кому хорошие? У вас есть миллиард? Был бы миллиард Я бы вас попросил До завтра половина Ну а сейчас А что же тогда у вас Есть люди, которых можно попросить? Нет? А что сюда не пришёл никто? Может у вас есть? Да ему даже места не досталось Как он? А вот у него миллиард Короче говоря То есть вот мы к чему пришли? Это люди Сущность которых Противоположна чему? Обществу Это антиобщественные элементы Только они не элементы Они сейчас захватили власть И у власти стоит Антиобщественный класс Он был общественным классом В своё время Было? Было Когда освобождал Когда буржуазия Активно организовывала Буржуазную революцию Она же освобождала крестьян От крепостничества Это же она выполняла Великую общественную задачу Можно сказать даже Общенародную Вот было время Когда можно говорить О народовласти О власти народа Потом когда оказалось Кто оказался при власти Весь народ оказался на полях А у власти оказалась буржуазия А разговор про народовласть До сих пор тянется И на этих шарфах У КПРФ написано Народовласть и социализм То есть с чем умерла КПСС С этим ходит остаток КПСС Хвост Который когда С перепугу Когда испугался Что вот так сказать Закрыли КПСС Все значит Взяли под козырек Не все А те кто взяли под козырек Они залегли на дно И когда им разрешил Конституционный суд Снова организоваться Они тогда собрались И снова продлили существование Сгнившее КПСС Потому что сгнившее Хрущевское Горбачевское Гельцинское КПСС Гельцин же был Секретарем Московского горкома Кандидатом в шляхов Либерон Вот она представляет собой Ее остатки представляет собой Нынешняя КПРФ Поэтому это нормально Когда такое КПРФ Выдвигает миллионера На пост президента Нормальная коммунистическая партия На пост президента Своего члена Не могла выдвинуть Почему? Потому что Пост президента Это высшее должностное лицо В системе диктатуры Буржуазии Вот мы вас пошлем Чтобы были против народа Мы что вам враги что ли? Мы вам не враги Мы вас не пошлем на пост президента Ни за что Потому что потом Мы же вас и застрелим А там же нельзя По-другому себя вести Если туда попал На тот пост Либо мы вас застрелим Либо вас застрелят Как кто будет вокруг вас окружать Ну так Это проблема известная Довольно Те люди безграмотные Которые университетов Таких не кончали Не знают Что было такое явление Во Франции Мельгеранизм Был такой социалист Мельгеран Который вошел В буржуазное правительство И вот этот вопрос Ленин разбирал И говорил Нельзя входить Социалистам В буржуазное правительство Потому что правительство Это вот у нас Не место для дискуссии Как вот сейчас Это крылатая фраза Почему Какой там дискуссии Правительство должно выполнять Волю буржуазного класса Поэтому если этот коммунист Будет выполнять Волю буржуазного класса То он уже не коммунист А если он будет там Пытаться в правительстве Отстаивать Коммунистические позиции Он там единица Выгонят его оттуда И еще посадят Еще придумают За что посадить Ну за то что он нарушил Положение правительства И так далее Он противодействовал Созидательной деятельности Правительству Короче говоря Судьба его не завидна Вот так что Вот Так стоит вопрос Поэтому вопрос о действительном Надо сказать Очень не везет Этой категории Ей не пользуются Я вам советую пользоваться Мы же дошли до действительности Он говорит Это есть у нас такое явление? Есть Но оно не действительно Вот убийцы есть у нас? Но они не действительно Действительные люди Это просто люди Которых не допоймали И не дорасстреляли Ну мы надеемся Что когда-нибудь поймают И когда-нибудь изменят закон Вернее закон у нас есть У нас просто мораторий Наложили Вот Ну Это моратория не касается Там Негодяев Так сказать С точки зрения Американской буржизии Расстреливают Нет Там не расстреливают Там Там по-другому Электрический стул Или Три укола Там разнообразные Существуют средства В Китае В тоже В большой стране Там где Миллиард Триста миллионов Там Расусоливать нельзя Все рассыпется Моментально Поэтому там Десять тысяч Расстреляли Взяточников А мы боремся Со взяточничеством Видите разницу? И мы видим Что эти взяточники Уже Но не миллионами берут Миллиардами Ну что делать? Как что делать? Жить надо Жить-то как-то Вот как-то и живут Но они живут Как кто? Как враги Нашего общества Паразиты Но буржуазии было же Мы же не отрицаем Что было такое время Когда буржуазия Была прогрессивная Ну все Вот деятельность Нашей буржуазии После Горбачевской перестройки После контрреволюции После утверждения Капитализма Наглядно показывает Что она Класс реакционный Она все разрушила И все разрушает И продолжает разрушать Вот была тут презентация Книги там Святые 90-е Там я цифры приводил 72 тысячи Разрушили Фабрик и заводов Уничтожили Которые были Вот Построены 72 Простите 79 тысячи А Заводы перестройки Так называемые А Гитлер когда пришел 32 тысячи Они уничтожили Ну кто у нас страшнее Гитлера Ну кто страшнее Ну для экономики Точно страшнее А дальше за экономикой Ну нет Нет продуктов Нет возможности жизни Нет соответственно Там зарплаты Нет пенсии Давайте еще будем Больше работать Меньше получать И так далее То есть То что Буржуазия Деградировала Как класс Это совершенно Ясно видно И тем более Что вот Буржуазия После феодального строя Это прогрессивный Класс Они из кого Берутся Буржуа Из успешных Купцов Инженеров Организаторов Производства А сейчас из кого Жуликов Всякого рода Мошенников Воров Подпольных Миллионеров Кореи Которые тоже Жульничали Что-то забирали Общественное Тащили А потом Значит Скупали Мешками Ваучеры И так далее Ну кто что внес Такое Из капиталистов Вот этих Богатых Что они такое Принесли Не сколько они Вынесли А сколько они Внесли И что такого Особенно не внесли А больше выносили И вот мы добрались С вами Значит Вот это Действительная категория А дальше Субстанция И переход К чему К понятию К теме нашей Сегодняшней лекции А понятие Это снятая Нет Это снятая Сущность Промах Снятая Сущность Ну я бы пропустил Мимо ушей Но мы Тут нужно сделать Нам же шаг Какой Если это снятая Уже Сущность То это возвращение Это отрицание Сущности А сущность Была отрицанием Бытия Значит Это возвращение К бытию Какому Нет Это к возвращению К бытию Обогащенному Всем тем Что было Что было И в сфере Бытия И в сфере Сущности А не к наличному Не надо Вот это вот Возвращение К бытию Вот такое бытие Которое Является Снятием Сущности И которое Является Отрицанием Отрицанием Бытия Называется Как называется Это Понятием Вот Учитесь Граждане Учитесь Вот Понятие Есть человек С понятием А есть люди Без понятия Не будем Показывать пальцем А как вы Готовились К этому Допустим Для того Чтобы знать Что это понятие Лекция Не надо Про понятие Читать Что значит Было на личной Бытие Изучали Изучали Издавали Издавали Сущность Изучали Изучали Сущность Есть Отрицание На личное Бытие И сущность Подошла К своему Отрицанию Когда Отрицается Сущность Возвращаемся К бытию Но как Возвращаемся Не просто Возвращаемся Назад А мы Получается Некая спираль Вы на новом Этапе Вы снова У нас Опять Бытие Но обогащенное И понятие И бытием И сущностью Оно В себе Содержит Так у Гегеля Есть такое Высказание Что в нем Потонули В понятии В учении А понятия Потонули Все категории Бытия И сущности Утонули в нем А что значит Утонули Содержаться в нем Вот Заспиртованное Что-нибудь Это вот Когда Утонули Оно Есть Вот оно Видно Оно Утонуло Но оно И действующее Все эти категории Присутствуют Они Более сложные Оно Сложено Из простых Категории Понятия Включаются Все Все те Категории Были Бытия И сущности Но в каком Виде Ну в таком Виде В каком Вот это Второе Отрицание Возвращение К бытию Сохранением Категории Бытия И сущности Не на лицо Они Налицо У нас Только Категории Понятия Уже Особые Которые Представляют Собой Именно Понятия Так Вот это Это Бытие То есть Мы вернулись К бытию Через которое Просвечивает Сущность Ну а через Сущность Просвечивает То первоначальное Бытие Вот Общая Формула Понятия Это Бытие Через которое Просвечивает Сущность Это Очень Хорошее Понятие Вот Эта Фраза Которую Гегель Там Пишет Иногда Бывают Очень Короткие Фразы Которые Резюмируют Само Понимание В целом Ну вот Допустим Понятие Войны Если Я даю Хочу дать Понятие Войны Если скажу Война Это когда Одни убивают Других Подходит Что не подходит Война Убивает То есть не всех убили Понял Когда всех убьют Это война То есть мирное время То есть мирное время Тоже война Вот сейчас В мирное время Говорят Что у нас Идеологическая Война Не слышите Такое Не читаете Я читаю Все время Выступают Знатоки Ну они конечно Красных университетов Не кончали Говорят У нас Идеологическая Война Идет А вам что Слово Борьба Казалось Слабым Да Слабая борьба Да Или у вас Противоборство Идеологическое Что сильнее Или что круче Давайте у нас Будет противоборство Дайте руку Вашу пожалуйста Вот нет Нет Вон туда Дайте Левую Вот так Вот противоборство Вот у нас Сейчас с ним Противоборство А борьба Есть у нас Нет И вот Берут и подсовывают Вместо борьбы Противоборство Стоят Это противоборство То есть А чем отличается Борьба от противоборства Победителя Чем Победителя А вот Победителя нет А какой у нас Победитель У нас друг бы победила Как нет, есть, все мы их победили. А если борьба, она предполагает, что победу. А тут никакой победы, тут цели такой нет. У нас просто противоборство с вами. Вот сюда вы пришли язык почесать, поточить лясы. Ну, давайте будем спорить, вы своё, я своё, и будем. Вот в кружке это очень хорошо. У нас университет. Кто будет не то говорить, не зачёт. Или экзамены. У нас совсем другое. У нас борьба идёт. С чем борьба? С неграмотностью. А если неграмотные борются с грамотными, выгоняем. Ну, у нас какое? Какое у нас действие ещё? Да. Перестаём платить стипендию. А платят, да? Это считается, что стипендию платят в вузах. Потому что на полторы тысячи, как мне девочка одна объяснила, я поинтересовался, сколько вы проживёте на эту самую стипендию, полторы тысячи. Она говорит, ну, а так подумала? Ну, неделю. Я говорю, вот, значит, я вижу вас в последний раз. У меня раз в неделю лекции. Ну, неделю, если человек, это стипендия, что ли, по понятию? По понятию стипендия, на которой можно прожить, правильно? В советское время вот была у нас стипендия, на которой у нас люди, приехавшие без родителей, жили, бесплатно практически давали общежитие. Вот, дешёвые были, так сказать, те самые... 10 или 15 рублей в гости. Ну, я говорю, практически бесплатные. Ну, ничтожные совершенно там цены. Вот, а стипендия была 35, потом 45. 40 была, поднималась. У меня, например, была Чебышовская 60, это с одной четвёркой. Так на 60-то хорошо было жить, потому что 120 было у директора Кировского завода. Зарплата, а у меня 60. Красота. Ну, только это что такое, что такое полторы тысячи сегодня? И говорят, а мы стипендию платим. Вы платите не стипендию, а вы платите на погребение студентов. Хватит у нас государство в полиэтиленовых мешках хоронят, тех, у которых ничего нет. Да, находят, вот, если они в доме остаются, одни лежат, вскрывают полиэтилен и там. Идите, вот, посмотрите, у нас в крематории, так, есть зал, там и запах, соответствующий, и чёрные лежат. Это те, которых вот обнаружили после смерти. Никого у них не было, никто их не погребал, потом их завернули, ну, тут в крематорию привезли, могут и не хоронить, по-другому, с почестями. Так, не будем о грустном. Итак, значит, вот я спросил, что такое война. Ответа не получился. Вооружённый конфликт. Вот мы сейчас, значит, я достаю ствол, он достаёт ствол. Тихо, 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 тихо. Вот мы сейчас разбираем вот нам. Вооружённая борьба. У нас и была вооружённая борьба. А я в него стрельнул, но у меня был травматический. Я ему в ухо, а он мне в глаз. Он ухо потёр, и ничего. А я остался с одним глазом. Это война, по-вашему? Это так вы все представляете войну? Но это не великая война, согласитесь. И не отечественная. У вас такие войны всё время происходят. Всё время стреляют. Чего, не знаю, читайте газеты. Всё время кто-то в кого-то стреляет. И стрелки бывают. То там перестрелка, то там перестрелка. У нас сплошные войны тогда. Вы дали такое определение, по которому товарищи нас окружают войны. Идите тихо, очень аккуратно домой. Потому что вы можете вляпать в какую-то войну даже по дороге домой. Не, не пойдёт. Вооружённое противостояние армии двух государств? Что? Вооружённое противостояние армии двух государств. Армии двух государств. Но солдат старчат, они все. Не то, что, а вооружённый конфликт государств? Нет. Вооружённые парк классов государств. А вооружённые парк классов государств. Это вооружённая борьба классов, наций или государств. Вот определение. Если нации, то национальная война. Если классов, то гражданская война. А если государство, обычная война. Двух государств. И поэтому под понятие войны идеологическая борьба никак не проходит. Хотя журналисты, так сказать, они к штыку приравняли перо. Они-то приравняли. А мы-то не приравняли перо к штыку. Потому что штык означает, что вы жизни рискуете, а вы рискуете, если только поедете в зону вооружённых конфликтов, там, где есть война. А так, собственно говоря, если вы просто пишете, то вы не рискуете. Поэтому вот понятие. Зачем мы говорим о понятии войны? Потому что вы взяли бытие, а надо было бытие, которое включает в себя и сущность. Мы же находимся в сфере понятия. А вы взяли вот саму перестрелку. Да, стреляют. Ну и что стреляют? Мало ли кто, в кого стреляет. Это не война. А война это тогда, когда за этой стрельбой стоит вот эта сущность. Борьба классов, наций или государств. Вот тогда это война. У вас вопрос есть? Или протест? Мне кажется, слово нация надо заменить на национальность. И потому что слово нация, она объединяет внутрь государства, всю общность. В принципе, получается тогда государств или государств. То слово нация и государства практически одно и то же. С вами ни Маркс, ни Ленин не согласились бы. Вы понятия нации наверняка не знаете. Сдайте понятия нации. Нации начали появляться уже как... Нации, понятия, дайте. Никогда начали они появляться. А что это такое? В общности. В общности. Тихо, 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 тихо. Вас не спрашивают. Вот у нас на контроле один. В общности. В общности. Что? Внутри одного государства, имеющих общие экономические там отношения. То есть, чтобы знать, что такое нация, я должен знать, что такое государство. Вы что такое наговорили? Внутри одного государства. Значит, я должен знать, что такое государство. Надо знать, что такое государство, чтобы понять, что такое нация. Надо. И надо. Не обязательно. Ну, как же обязательно-то. Не обязательно. Там все еще могут быть распределены. У них еще этой темы не было. Да. Я на Ягоди вас славаюсь. Чего? Я на Ягоди вас славаюсь. А что, Ленин вам не подходит? А Сталин вам не подходит? Вот Сталин считается специалистом, крупнейший, Ленин его считал, крупнейшим специалистом по национальному вопросу. Вам не подходит. Вот я очень хорошо отношусь к Яковлеву, прекрасно, но, во-первых, я не знаю, в каком контексте, вот если я буду говорить, вот я сегодня говорил о том, что мы с ним ведем борьбу, а вы потом на это будете ссылаться. А я потребую контекст показать. Мало ли что я там сегодня сказал. То есть определение дать нации. Кто даст определение нации? Общие люди объединены обществом экономики, территории, языка и культуры. Вот вам сказал товарищ. Общность людей, возникшая на основе общей территории, экономики, языка и культуры. Здесь никакого государства нету и в помине. Здесь нету, между прочим, истории. Тоже в этом нет. Государства нет, истории нет, много чего нет. И национальности здесь нету. Не надо путать нацию и национальность. Это разные категории. Например, русский художник Левитан. Это русский художник еврейского происхождения. И русский диктор Левитан. Это тоже русский диктор, но еврейского происхождения. А вот у нас есть мост новый Бетанкура. А он какого происхождения? Бетанкур-то? Испанец. На государственной службе был у нас. И участвовал в строительстве всяких сооружений. И проектировал, и организовывал, и так далее. И верой и правдой служил российскому государству. Бетанкур – это русский, выдающийся деятель государственный, испанского происхождения. У нас, кстати, испанского происхождения полно, когда дети испанские сюда приезжали. И вот у меня предполагался на докторскую диссертацию оппонентом один из… Энрико Данилович такой. А дальше у него дальше отчеств много-много-много. Андрес его фамилия. Энрико Данилович Андрес. Испанского происхождения. Так что происхождение. У нас был в группе на Матвехе, где я учился, Эдик Куйба. Из Брянска. Из Брянских лесов. Но у него в паспорте написано было, когда еще была национальность в паспорте. Эстонец. Кто у него там был эстонцем, когда в Радово как пошло, так и писали, и писали, и писали. И никакого он эстонца не знает. Никакого. Никакого эстонского языка не знает. Да и культура. Ну он из Брянска, из Брянской глубинки такой. Эстонец. Так что, ну что говорить. Ну так подытожим. Нация – это понятие буржуазное? Нет, ваше понимание нации буржуазное. Подытожим. А нация может быть… Дальше мы эту тему сейчас не будем развивать. У нас не семинар, а лекция. А вы изучите работу Сталина и Ленина по национальному вопросу. Там исчеркивающий, получите ответ. Ну зачем? Если бы там было что-то непонятно. Вот если упутанно был бы, говорил бы Сталин или не, сказали, я вот не понимаю их, что они там такую пургу несут. Я бы сейчас стал вам объяснять. Зачем я буду грамотным человеком? Просто не прочитали, а вы ссылаетесь на то, что вы где-то что-то видели там по интернету. Ну это как-то несерьезно. Такие научные ссылки я услышал по интернету или видел по интернету, вообще не принимаются в науке. Вообще не принимаются. Независимо ни от кого. Даже если это… Это вроде того, как, например, выполнять послание Сталина. Ну как можно послание выполнять? Допустим, выступил Сталин и надо выполнять его. Может такое быть? Не может. Или даже вот Ленина, речь Ленина там на третьем сетях выполнять. Ну как можно речь выполнять? Вот план ГЛРО можно выполнять, правда? Планы народно-хозяйственные такие-таки, решения можно выполнять. Ну или сделайте решение, я буду выполнять. А вы не сделали решение, а хотите, чтобы я его выполнял? Не-не-не-не. Потому что за решение, знаете, кто должен отвечать? И те, кто его выполняет, и те, кто его придумали. Здесь оно дурацкое. А так вот, если они сами чувствуют, что оно дурацкое, поэтому говорят, давайте вот мы вас пошлем, а вы выполняете наше послание. Так, мы не будем на этом останавливаться. У нас тема другая, не нация, у нас не нация, у нас тема одна, что если мы хотим, так сказать, понимать что-то, вот с точки зрения того уровня, на котором мы находимся, мы должны брать бытие, через которое просвечивает сущность. Сущность надо брать, если мы берем бытие, то с виду нации это какие-то люди. Да? Люди, бытие люди. Вот люди с такими-то носами, может быть, с такими-то привычками и так далее. А если мы разбираемся дальше, то оказывается, что вот, скажем, евреи, которые примерно все одинаковы по виду, они на самом деле вообще нации не образуют, потому что одни евреи входят в американскую нацию, другие евреи в русскую нацию, третьи в израильскую нацию. А еврейской нации нету, а еврейская национальность есть. И русские, которые живут в Казахстане и говорят на казахском языке давно, и дети у них тоже говорят на казахском языке, а они уже казахи русского происхождения. Так что это совсем другое дело. И русские у нас есть, и в Америке тоже. А украинцев сколько в Канаде? Тьма. И что они там? Какой нации принадлежат украинцы? Поэтому сейчас речь еще раз повторяю. Не о нации, а о том, что мы должны брать бытие как отражающую сущность. Бытие, через которое просвечивает сущность. Сущность нации не в национальности, а сущность нации вот в том, о чем вы сказали. Вот в тех общественных условиях, в которых эта общность людей формируется. Сущность войны не в том, что стреляют, а в том, что это борьба или классов, обострившаяся, конечно, борьба, дошедшая до стрельбы. Но борьба, если не дошла до стрельбы, борьба есть, а стрельбы еще нет. Но готовятся к ней. Ну, у нас сейчас нет войны с американцами, а подготовка-то идет, и там оружие, и тут оружие, и Китай готовит оружие. У нас много миллиардов закупил Египет. С кем сражаться собираются? Они знаем. На всякий случай готовятся. А вдруг кто-нибудь на Египет нападет? У них будут самые наши новые самолеты истребительные. Они будут бороться. И так на всякий случай. Тем более наши эти самые вертолетоносцы, которые делали во Франции, они приплыли в итоге туда, в Египет. К ним как раз наши вертолеты нужны. Они и заказали вертолетов много на эти вертолетоносцы. За большие деньги. Ну, а нам деньги нужны. Вам вертолет, а нам деньги. Хорошо? Так. Еще одно определение. Определение, допустим, собственности. Что такое собственность? Кто-нибудь скажет? У вас собственность есть? Отношение с объектом. Так. Объективно условно. Как свои свои. Вот. Замечательно. Отношение субъекта к объективному условию производства. А люди как понимают? Вот, говорит, у меня собственный портфель. Вот человек объяснил вам. Это отношение субъекта к объективному условию производства. Если я отношение вот такое. Я думаю, что вот этот вот телефон мой. Дайте, пожалуйста, телефончик. Вот это отношение субъекта к объективному условию производства как к своим. Да? Похоже, что я отношусь как к своему. То есть, вот товарищ, вот вас проконсультировал. Это я собственник. То есть, на самом деле, это отношение субъекта какое? К объективному условию как к своим. К своим слове, к слову своим надо присмотреться. Сущность в нем. К своим, значит, не как к чужим. А как я могу без вас относиться к нему как к своему? Тем более, столько свидетелей. Ну, я, правда, их могу подговорить, как слушатели, что они все, вот вы будете говорить, это мой. Они скажут, нет, это Михаил Васильевич, у вас не может быть такого. И всем зачет. Как, чем закончится? Всем зачет, говорю. Да, и всем зачет. И вот, что будет народ говорить, то и есть, согласитесь. А так и бывает. Вот сейчас все скажут, будут выходить и сказать, да что, молодой человек, вы сейчас вызову. Так, товарищ, велицию вызовите, пожалуйста. Вот человек хочет забрать у меня телефон. Есть за что? Не, ну, если бы он мало стоил, то тогда уголовное дело не заведут. А если вот такой телефон хороший, то заведут. С 5 тысяч начинается заведение уголовного дела. У вас же больше? Больше, чем 5 тысяч? Да, да. Ну, все, уголовка. Ну, вот, все, уголовка можно заводить. Так, то есть, что мы видим? То есть, не просто бытие, а сущность просвечивает какая? Такое отношение не как к чужим, как к своему. А как к своему я не могу относиться без других людей. То есть, это требуется общественное признание, причем фактическое. То есть, никто этому не препятствует, наоборот, это все закреплено в общественном отношении. Ну, как вот появилась собственность на землю в Америке? Приехали колонисты, приехали из Европы. Никакой собственности нету. Значит, очертили себе участок. Вот вы зайдете, бас из кольта, нет у вас. Так, вы будете заходить на мой территорию? Не будете. Ну, вы давайте дружить. Ну, вы на всякий случай дружите со мной, но у вас тоже кольт есть. Да, говорит Михаил Ильич, будем с вами дружить. Ну, если вы уж зайдете ко мне, ну, извините, я вас застрелю. И они до сих пор так и живут. У них оружие, на всякий случай. Иногда 170 человек могут сразу застрелить, так сказать, в праздничный день. Бывает. Ну, на всякий случай, так сказать, вот это вот у них такие традиции. Как они были дикими народом, так они пока дикими остаются. То есть, они их стрельба, это входит в норму жизни. А вы говорите, война. Какая война? Это нормально. Иметь пистолеты и в чуть-чуть что стрелять. Целое государство. Хотя говорят, что это высокое, культурное. Оно, конечно, культурное. В смысле того, что культура накоплена в опыт человечества. Опыта уже много. Крови пролила много в Америку. Особенно крови индейской. Очень много. Мало того, что они убивали индейцев, они еще убивали бизонов, которые были пищей для этих индейцев, чтобы они никак не могли сами просуществовать. Так вот, смотрите, опять двухэтажное это понимание определения. То есть, с виду это отношение как к своему. Это я отношусь к предмету. Нет, я отношусь к нему как к своему. А это предполагает отношение к закреплению общественно. Если общество это не закрепляет, сейчас у меня быстро отберут и отдадут. Дальше. Это собственность была. А производство что такое? Кто скажет? Образование, общественные отношения. Образование природы. Давайте как следует. Что? ГОСТ это образование. Природа, вы юнат? Природа. Все? Юнат. А директорные средства производства и общественные отношения? Я не спрашиваю про средства производства, я спрашиваю, что это такое? А вы мне ИИ. Это что, вроде говорю, что я вам какую-нибудь категорию, которая состоит из телефона и микрофона. Ну что это такое? Это ерунда какая-то, рядоположенный. Гегель вообще издевался над рядоположностью. Не увязанная у вас в целое, а что-то такое рядом. Давайте, говорит, вы это вот, вы сердце, кишки, телезенка, печенка. Что там у вас есть? Лимфа. Ну это уже похоже на расчлененку. Прообразование природных ресурсов, материальные ценности. А? Прообразование природных ресурсов, материальные ценности. А вы труд, не знаете, что такое? Труд. Про средство. Ну подрестненько, да. Труд, знаете, нет? Так вот труд рассказывает мне про труд, а я что просил? Процесс присоединения. Не, я просил капусту принести, в неё мне свёклу принесли. Что есть? Повторяющийся процесс производства материальных благ. Ответ остроумный. Остально повторяющийся процесс производства материальных благ. Процесс производства материальных благ. Но если производство, процесс производства, дорогой товарищ, это логический круг. Ну как вы производство определите, как процесс производства? Вы хоть понимаете, что вы говорите? Вот я могу ничего не знать, но такую чушь не скажу. Потому что это сразу я выставляю себя безграмотным. Производство – это производство. А ёлка – это ёлка. Запишите, пожалуйста. какую новость я вам сейчас сообщу значит так это у нас пробел в образовании галко виктор иванович то ваши слушатели не знают что такое производство кроме одного процесс присвоения предметов природы некоторые товарищи вот сидит сосед на этом и все хватит 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 достаточно и дальше мне не удержать в голове у меня все она и так уже вот такая так вот процесс преобразования так нет процесс присвоения предметов природы в рамках определенные формы общества определение входит форма общества потому что производство бывает капиталистическое феодальное рабовладельческое коммунистическое и и посредством нее то есть посредством общественных отношений они только мотыгой только про мотыгой производства не организуется а через общественные отношения которые это обеспечивает все тогда получается производство поэтому у нас сейчас не экзамен просто это вот я осуждаю вашего ответа и у все на этом закончена так сказать без последствий и предупреждаю что это не может быть повторено на экзамене потому что такое повторение на экзамене черебата чем не сдачей ну как вот товарищ знает все сформулировал правильно опять-таки как это можно запомнить если просто задолбить но это невозможно но производство это вот понятие а в понятие такое бытие через которое просвечивает сущность что здесь бытие производства материальных благ это правильно то что искали это просто не истинно это правильно это бытие производства материальных благ мы правильно если производстве до производства материальных благ так так а я на него напал а напала не за это что он неправильное бытие Бытие, он правильно, а я спросил, понятие, понятие производства, а понятие это такое бытие, через которое прозвечивает сущность, а сущность производства в общественных отношениях. Что же вы нам хотите не раскрывать сущность и подавать производству без сущности? А вот если я вас возьму без вашей души, замечательные, прекрасные, это хорошо будет? Я так не делаю. А зачем же вы так делаете с производством? То есть производство, это как бытие, это производство материальных благ, но в рамках определенной формы общества и посредством ее. Вопрос к вам. Сейчас производство пшеницы идет в России? Идет. Идет. Где? В России. Какой пшеницы? А, сегодняшняя самая зима, да? Что значит, наверное, зима? А что, может, еще яровая быть, что ли, зимой? Сейчас нет. Как это странно, я не понимаю, как человек проявляет какие-то колебания, что-то неустойчивость такую, как будто может быть яровая зимой. Ну, вообще, а что такое яровая? Когда съедете яровую? Поиски. Что-то вы молчите, вот товарищ сразу сказал, повесня, а вы что-то так, а вы... Так человек-то за себя сказал. Я согласен. А, вы согласны. Соглашатель вы, понятно. Вот. Ну, а зимой когда сажают? А, в каком месяце? Сентябрь. Ну, сентябрь, октябрь где-то вот в это время, да? А зимой они растут, а снежком они укрыты. А когда у них бурный рост начнется? А вот сейчас. Сейчас, когда вы яровые сейчас не посадите, не посеете, правильно? Почему? Техника не может выйти на поля вот в такую распутицу. И долго еще не сможет выходить. А зимой сейчас пойдут. Поэтому урожай зимых намного больше урожая яровых. Вот весной, когда там уже подсохнет, и когда они утонут, не будут тонуть тарах-тарах, и сейлки-вейлки, вот тогда начнется подсевание там вот где-то в прогалинах, где зимы погибли яровых, и поля, где будут яровые. Но урожай гораздо больше. Вот это вот структура понятия. Понятия, еще раз я повторю, по смыслу понятия, мы же это сложная категория, построенная из бытия, из учности, но они потонули в понятия. Вот мы их раскапываем. И не сразу это видно. То есть скажете, ну это вот и не видно сразу, я вам показал внешний вид, а вы сразу прицепились. Так у нас такая работа. Перерыв. Наш первый час, лекцию тому, чтобы подчеркнуть, в чем состоит суть того, что собой представляет понятие. Понятие – это снятая сущность, а значит, а сущность в свою очередь есть снятая бытие. Поэтому это отрицание. Отрицание – это возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. Если эта вот структура вашего высказывания не такая, это не понятие, это просто вы сказали чего-то. Вот вы твердое тело? И я твердое тело. Вот давайте дружить. Если нас выбросят отсюда, мы полетим примерно одинаковой траекторией. Но это понятие ваше? Нет. Не в этом ваше понятие и не мое в этом. Правильно? То есть мы должны различать. Есть бытие, есть сущность, а сущность не дана непосредственно. Вот обычное дело. Товарищи наши, вот некоторые, мы это поощряем, чтобы универсанты наши писали заметки. Вы написали хорошую заметку и хотите ее опубликовать. Что надо сделать? Некоторые люди думают, что надо взять и прислать мне. А я тогда говорю, что такая не пойдет. Почему? Потому что первый шаг – это написать заметку. Когда вы пишете, о чем надо думать? Чтобы было без ошибок или это плюнуть на эти ошибки? И думать о том, чтобы написать такое интересное. Да? Как вы будете... Это ваша же лаборатория творчества. Как хотите, так и пишите. Пишите. И если вы будете думать, как вот сделать без ошибок, или как бы сделать красиво, или как бы сделать научно, и еще всякие другие посторонние соображения, вы ничего не напишите. Вы застрянете. Что нужно делать? Пишите. Вот мне говорил там профессор Моисенко, который меня учил. Говорит, пишите бабушкины сказки. Пишите. Написали. Что надо дальше делать? А? Прочитать когда? Не надо читать. Что вы сейчас будете читать? Вы только что написали. Не надо редактировать. Попросит начало и конец. Это Чехов говорил. Вот товарищ уже начал. Вот человек знает, что надо сделать. Ну дайте отдохнуть-то себе. Дайте полежать вашему материалу. Ваш материал – это сущность или бытие? Ваш материал, вы его только что написали. Это сущность или бытие? Бытие. Вы хотите отнести, передать в публикацию бытие? А вы к сущности движения хоть какого-нибудь сделали? Движение к сущности в чем состоит? В отрицании бытия. В отрицании бытия. Так? Ну значит, вот товарищ нам продвинутый, опытный. Он говорит, дайте полежать. Ну не так, чтобы совсем оно лежало и навсегда. Нет, это тогда не пойдет. А вот, ну сколько надо полежать? Вот когда вы написали, так, думаешь, здорово. Ну так хорошо написано. А через два дня смотришь. Да, Иванов. Ты чего он такой вот накорябал? То есть через два дня. Ну надо этот Иванов что берет? Начало изменил. Заголок поменял. Значит, тут правил, тут правил, тут правил, тут правил. Подправил, там дал правильные ссылки, доделал. Это называется отрицание. Снятие же. Это же если я возьму, так все зачеркну, или так. Или сразу в печку. Не надо в печку. Вы, вот давайте, вписывайте. Поэтому, если люди понимают, что они пишут, они уже пишут, как, ну если вы собираетесь, вот вы на компьютере напечатали, если вы не от руки пишетесь, так вы дайте через полтора интервала, да чтобы поля были хорошие. Чтобы вы спокойно туда это зачеркивали, вписывали, вписывали, вписывали. Вот когда это все, это у нас вот все будет такое испечрено, что вы должны сделать? Ну и печатайте снова. А потом уже вот сделайте, как вот Чехов советовал, отрежьте начало, конец и можете печатать. Почему? Потому что начало вот жует, 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 никак ничего скучно, неинтересно. А в конце уже все сказал, нет, ему еще надо, еще, еще. Уже пока человек, который читал, не плюнет, скажет, да вот, затерялась тропинка в пустыне. Вот чтобы этого не было, то есть это надо делать. То есть обязательно нужно, если вы пишете работу для того, чтобы ее кто-то прочитал, то вы должны это сделать вот не просто бытие, а перейти к сущности. И тогда у вас будет через сущность, через бытие, опять будет бытие. Вы же напечатайте снова. Ну или перепишите от руки, какая разница. Так? И через это бытие будет просвечиваться сущность. Ну некоторые неспособные люди, как Лев Толстой, они по шесть раз все это переписывали. Ну я так чувствую, здесь собрались. Люди гораздо более способные, чем Лев Толстой. И они один раз даже не хотят переписать. Дескать, раз и послали сразу. Мне все время присылают такие вот. Иногда я там злюсь, иногда я просто делаю красным и желтым все там. Так это все разрисую, чтобы после этого человек видел, что он написал. Конечно, ошибок-то не должно быть грамматических. из теории. Вы не знаете, что в вашей жизни читал. Чего? Вы у меня много нашли ошибок? Вас не было. Потому что я, как плохой ученик, читаю то, что я написал. А некоторые товарищи, а товарищи считают, что читать должно... Вот... Татьяна Валерьевна. У всех, абсолютно. А потому что стиль такой. Не принимайте то, что не вычитано. Возвращайте назад, вычитайте и пришлите снова. Да. Если так сделать, никогда мы не выпустим. Неправильно. Надо вот... Я, например, главный редактор, я выпускаю давно, с 91-го года газету. Я не принимаю безграмотный текст, потому что я знаю, что после того, как мне пришлют грамотный текст, там обязательно будут ошибки. И ошибки ужасные. Например, вот мы миллионный, миллионный выпуск делал «Народные правды», там было написано, на первой полосе. Готовил этот материал Фетисов Борис Лаврентьевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ну, это тяжело уже, большая газета, больший тираж, 200 миллион у нас был тираж этот. Вот когда был Яковлев, с Собчаком тягались, мы поддерживали Яковлеву, показали, что тут хорошего в Петербурге. Такая позитивная была газета. И там Яковлеву было. Мало-мало места выделено. Миллион. И вот у нас была такая голова. Я смотрю, что-то не то. Ну, думаю, ладно, вроде прочитал, Борис Лаврентьевич все поправил. Я должен подписать. Что значит подписать? Кто отвечает за газету? Главный редактор. Я подписал. Наутро, ну, вышла газета, наутро, развезли, на 27 КАМАЗах вывезли это дело, раздавали у всех станции метро. И начинаются звонки. А правда, что вы профессор? Потому что там речь шла о том, что вот в нашем такие великие люди в городе были. И в том числе Михаил Иванович Кутузов. А он, извините, и Михаил Илларионович. Говорит, и вы не знаете, что он Илларионович-то. Но это ладно, вот пережили. Второй был с РКР материал. И там один докладчик, заместитель председателя ФПР, Бабич Олег Борисович, делает доклад. Мы это все изложили и печатаем. И там написано, ну как написано, что мы, значит, установили себе там зарплату такую-то, такую-то, повышенную. Там 200 тысяч установили себе. Здорово же. Вот все как увидят эти 200, вот здорово. И это все подписали. Выходит. Читаем внимательно. Все написано. А у диспетчера установили себе зарплату 200 тысяч рублей. Мы молчим. Я не стал Бабичу говорить. Ничего. Думаю, может, он не заметит. Будет читать 200, не будет читать «Установили». А в чем ошибка? Потому что если эта зарплата должна быть удочерили. А если говорить... То есть, если вы будете все вычитывать и от каждого автора требовать, чтобы он сам все вычитывал и исправлял, я вас уверяю, не выйдет, не было еще ни одного номера газеты, а я уже этих номеров выпускал. У нас еженедельно выходила газета, потом реже, сейчас вот два раза в год. Но не было ни одного номера газеты, где мы сразу горяченько когда получаем, что чем занимаемся, какую игру играем? Ошибки ищем. И мы... Кто первый найдет ошибку? Сразу, причем она бросается, она говорит, бери, вот я, 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 вот тут сразу. Потому что все красивенькое, все вот так вылизано, и вот она. У нас было пять корректоров, когда 200 тысяч было, все равно проходили ошибки. У меня книжка шла в издательство, Ленинградского университета. Корректор читал, редактор читал, я читал по абзацам сзади, к концам начало, потому что иначе за смыслом следишь и не обращаешь на ошибки. Надо читать наоборот, чтобы смысла никакого тут не было, все наоборот. И вот мне выдали, вы знаете, когда ошибки есть, там, значит, вот они все перечит, нашли ошибки, конечно, как только вышли, белые листы, чистые листы, уже весь тираж есть, только еще не с брошюровым. И говорят, ну что, Михаил Васильевич, будем, вот, вот ошибки. Одна ошибка такая была, что в Чехословакии в 1968 году была организована грязная антиамериканская компания. Ну, у меня было, так предполагалось, написать, что антикоммунистическая, а написано антиамериканская. Я похолодел и успел это вот до чисто этих листов это выверить. Но все равно вышли эти листы и там еще вот перечень такой. Ну, говорит, Михаил Васильевич, что будем писать? Печать без ошибок или сейчас будем эти вот листочки делать зелененькие и будем вставлять, и вид будет такой поганый, как будто вот вышли вы в красивом костюмчике таком, а здесь вот такой ярлык и написано это то, это не то, это не то. Это ужас какой-то. Я говорю, будем писать без ошибок, а вот кто-нибудь не заметит. Вот, то есть такую задачу ставить, чтобы, это же люди, люди, они делают ошибки, так что это неизбежно. А, но именно поэтому, что будут точно ошибки, нужно поэтому, а требовать нужно, конечно, чтобы вы обязательно свое прочитали и сделали вот эту работу. То есть отрицание бытия, это вот что? То, что вот у вас текст был, вы его отрицали. Вы же не совсем выбросили, вы же не выбросили, вы его как отрицать? Снятие, оставьте, хорошее-то оставьте, хорошее-то не выбрасывайте, а всякую чушь выкиньте, пожалуйста. А сколько же раз он сейчас полежал? Если вы хотите, как Лев Толстой, то шесть раз надо делать. А если вы хотите просто, вот один раз это сделаете, это будет уже движение к сущности. Ну, полежит пару дней, но не надо вот сразу, потому что, мы говорим, бесполезно сразу читать. Потому что так тебе нравится, нравится, завтра уже так не нравится. Завтра ты просыпаешься, думаешь, что такое написал? Может, вообще вы откажетесь от этого? То есть иногда это совсем не то. Ну, надо посмотреть. тем более, вот мы сегодня уже обнаружили, что у нас есть, так сказать, некоторые понятия, они усвоены. А если они не усвоены, значит, будут тут ошибки. И с этим легко, вот с вашей проблемой легко разобраться. Взять, значит, есть работы Ленина о национальном вопросе, там понятия нации разобраны. Есть моя работа, Ленин и Сталин о национальном вопросе на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. То есть там вот вы, она такая тоненькая, 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 там все определения приведены, и все есть. То есть нет никакой проблемы разобраться в этом вопросе. Но для этого не надо тянуть туда государство, оно никак не помещается, ни в коей мере. Так, ну вот, как построено учение понятий? Я об этом скажу, и мы еще и буду отвечать на вопросы. Учение понятий построено так. Сначала мы рассматриваем вопрос о том, как является, как учение понятий, как проявляет себя категория понятия. Они проявляют себя как всеобщее, особенно единичное. И должен сказать, не знаю, как вы, а я уже не три, а я, наверное, 33 раза это прочитал, прежде чем наконец понял, что это не вот то, что я раньше думал, так стандартное, что общее, что все, есть то, что во всем есть, это всеобщее. То есть у некоторых это особенное, а то, что есть только у одного человека какое-то качество, это индивидуальное, единичное. Нет. И это понятие же, это же бытие, это не какое-то качество, а понятие, это бытие, через которое просвечивает сущность. Вы готовы себя принести в жертву науке? Женщины, я не спрашиваю, потому что жалко их женщин-то. Вы готовы. Вот вы человек, да? Так? Это всеобщее, особенное или единичное? Всеобщее. Человек. Ну, во-первых, не такая уж и жертва, да? То есть, как бы, вот вы человек, вот, пожалуйста, человек. Так и я человек, а кто-то, вы-то, какой человек? Вы слушатель, а я преподаватель. Значит, вы давайте вот особенное так какое-то выделим, какой вы человек особенный. Да, вы сельферазум, вы это понятно, но вы, какой человек, вы слушатель в Красной университете? Признайте, что вы особенный человек, а я тоже особенный, а я преподаватель в Красной университете. Это ваше, это вот вы как особенный, и я как особенный, но мы уже с вами различаемся. Так, а как люди, мы с вами не различаемся. Да? Вы, вы отличаетесь от человека? Нет, и я не отличаюсь от человека. Давайте дружить. Вот и дружим. Но дружба у нас разных, потому что вы слушатель, а я преподаватель. Что плохого? Если будет дружба между преподавателями, только у вас будет дружба, экзамен-то я буду ставить. Ну, а потом уже вы свободный человек совсем. Дальше пошли. Но это все, что вы про себя можете сказать? А вообще, вы не являетесь единичным человеком, уникальным? Являетесь, да? И я уникальный. Такие ошибки, как я, никто не делал. Я про вас не буду говорить, только хорошее. Правильно? То есть, что получилось? Вот мы про вас три вещи сказали, вас взяли как всеобщее, человек. А человек, это что? Сущность у него общественная. Он как человек, как человек, бесконечен и вечен. Вот вы не хотели попроситься, а он сразу согласился, потому что он знал, что мы его пославим. Сейчас вот посмотрите на него, сейчас снимают как раз. Вот он, бесконечен и вечен. Если по сущности его взять, как человека, как слушатель, он уже не вечен, потому что, но мы так сделали, что слушатели тоже были вечены. Почему? Во-первых, так просто не изучишь то, что мы тут изучаем. Завидит год, никак не познаешь, как следует. Поэтому у нас есть второе отделение, и люди, получившие дипломы, считаются слушателями второго отделения, то есть они связи с университетом не теряют, могут писать работу и обращаться к преподавателям, чтобы проконсультироваться насчет их качества. И какие-то проблемы возникли у вас, как вы сейчас подходите, так можете написать что-нибудь, и мы будем вам отвечать в меру возможностей, конечно. Вот, два. Ну, вы уникальный человек, правильно? Других таких нету на Земле. Вот посмотрите на него, других таких нет. Про других я не буду говорить. Может быть, мы все одинаковые, стандартные, а он вот уникальный. И это все про одного. Он и всеобщий, он и особенный, он и единичный. Убираем людей, то есть нас, и берем яблоки. Вы ели когда-нибудь яблоко, как всеобщее? Просто яблоко. Да я его не разбираю. Сплотили, видишь, яблоко взял, летел. И весь разговор. Это как всеобщее. Яблоко, оно и есть яблоко. А что вы видите, что вы про него говорите? А спрашиваю, а какое это было? Это сорт? Да какая разница там? Главное, что-то хрустит. То есть, а есть антоновка. Это тоже ведь яблоко? Ну, антоновка. Их много, во-первых, этих антоновок. Да? И они тоже даже отличаются внутри себя, эти антоновки. Ну и ладно. Но вы съели антоновку. Это разница, если есть яблоко, есть антоновка. То есть вы не только еще заметили, что вы съели. Не просто набросились, потому что как будто не видели яблок вообще никогда. Вот это яблоко, и все. А тут вы, о, антоновка. То есть, это эстетично, и явно, что вы разбираетесь в этом деле. Это что? Это особенное. Да? Ну, это яблоко, взятое как особенное. Ну, нет, ну, этих антоновок-то много. И, наконец, вот у меня в руках, может, оно щербатое, может, оно там какое-то еще есть. Не зрелое. Да? Не зрелое. Да. А может, как раз очень сочное и спелое. Что вы так, это вот обязательно, это вы едите незрелое, я ем зрелое и хорошее. Вот я беру и ем его. Вот это яблоко единичное, больше нету яблока такого, никакого. Во-первых, это антоновка, а все остальные, либо другие антоновки, либо другие сорта. Но это все равно яблоко. Как всеобщее, оно яблоко. Как особенное, оно все равно антоновка, хоть это и конкретное. И вообще никогда вы не едите просто всеобщее яблоко или едите, но оно всегда при этом особенное, и всегда оно еще единичное. Поэтому не бывает таких всеобщих, которые бы не были единичным, не представлены в единичном. Не бывает таких всеобщих, которые не были бы представлены в особенном. И не бывает таких особенных, которые не были бы представлены в единичном. Особенно это первое отрицание. Дескать, это у меня не просто яблоко, а вот антоновка. Это что такое? Это отрицание всеобщности. А когда я второй раз отрицаю эту антоновку, а просто из всех антоновок я выбрал одно. Это единичное яблоко, это отрицание уже этого особенного, второе отрицание. И вот теперь я яблоко это употребляю как всеобщее и как единичное. И оно содержит в себе особенное. Это вкусно. Логически вкусно, диалектически вкусно. Вот какое яблоко. Но это относится и к человеку, к примеру. Вот вы отличаетесь от человека? Да, от человека. Не отличаетесь. А есть кто-нибудь, кто отличается от человека здесь? Ну, если есть, пожалуйста, покиньте это учредение. Валерий Александрович, здесь нету таких людей, которые отличаются от человека. Все хорошо. Хорошо. А слушатели университета красного отличаются от человека? Это уже особенное, правда? Ну, не все же люди, это слушатели красного университета. Слушатели отличаются от человека? Даже это подозрительный такой вопрос, такой какой-то нехороший. Все это как-то хотят то ли принизить, то ли как-то. Это как-то поставить тупик, да? Вот вы, как слушатели, отличаетесь от человека? То есть после этого обучения вы перестали быть человеком. Послушали это все? Нет? Не перестали? Ну, слава богу. Хорошо. Подожди, Александр, все нормально идет. То есть получается, что вы как особенный, но и вы, кроме всего прочего, конкретный человек. У вас есть те какие-то черты, которых нет ни у каких других людей. А вот эта единичная, которая, так сказать, одновременно является и всеобщим, и особенным, это и есть самое богатое понимание человека. То есть вы, конечно, во-первых, вы единичный, во-вторых, вы особенный, то есть вы какой-то, у вас есть специальность, есть работа и так далее, да? Есть у вас свои индивидуальные истории, биографии, ну и в-третьих, вы принадлежите человечеству, человек, человек звучит гордо. Поэтому, кем бы вы ни были, как единичная, вы одновременно являетесь и всеобщим. Это называется конкретно всеобщее, то есть единичное. То есть вот это вот разделение, которое было раньше, там было наличное бытие, граница, конечное, другое, нету этого разделения между всеобщим, особенным, единичным. И особенно это тоже есть всеобщее, оно же есть, что такое, это всеобщее с отрицанием. Взяли и применили отрицание одно, и выбрали всеобщего, вот эти всеобщие, они стали особенными, да? И единичное это всеобщее. И дальше пошли суждения. Суждение имеет вид обычный, как классификация, Гегель дал классификацию суждения, которую никто до него не давал. Всегда классификации были так, это назовем так, это так, это так, это так, по клеточкам разложим. В ряд деревянных ящичков, не связанных между собой. А Гегель говорит же, всякое вот это наше суждение, это определенность понятия. Это не что-нибудь, это определенность понятия. Так надо, то есть за суждением стоит вся история движения от чистого бытия через сущность и до вот этого места. Поэтому речь-то идет о том, что вот, когда вы их будете классифицировать, вы должны все время привлекать в предыдущий материал и рассматривать их, где это как сущность, где это как наличное бытие. Поэтому он и рассматривает. Посмотрите, как устроен третий том. Там это суждение наличного бытия. Потом идут рефлективные суждения. Слушайте, рефлективные. Рефлексия относится к чему? Учение о сущности. А потом понятийные. Там, допустим, вот я в развитых вбросах участвовал у Дмитрия Юрьевича Пучкова, а он всегда встречает, я вас категорически приветствую. Ну, я однажды ему сказал, что я вас... Нет, нет, я нашел самое богатое из понятийных определений, аподектическое. Он говорит, я вас категорически приветствую, а я вас приветствую аподектически. И так, как кто-то ответил. И мы пошли дальше обсуждать диалектические вопросы. Он как человек очень толковый и очень разбирающийся, и заинтересованный. Он во всем этом разбирается, поэтому и интересно с ним участвовать в обсуждении. Тем более он реагирует, соответственно. Вот, а я вас аподектически приветствую. Аподектически это значит, вот этот дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Вот если он... Вот так изложено суждение, данный дом, устроенный так-то и так-то, вот там с двумя комнатами или с тремя комнатами, с верандой, там еще с чем-то, с навесом и так далее, он хорош. Это аподектическое суждение. То есть сама классификация суждений вытекает не из того, что сидел человек и выдумал, как что расставить. А он сидел и думал, как вот из того, что это все понятие, а он через него просвечивает сущность, чтобы что-то относится к суждениям наличного бытия. Вот это рефлективные суждения. Это суждение понятия. И вот вы туда разобрались с суждениями. Разбираться трудно, потому что это, конечно, нам незнакомо и непривычно. Потому что это классификация суждений, и даже запомнить это тяжело. Поэтому не удивляйтесь, что вам будет трудно, всем трудно. А после этого, когда вы это расклассифировали, все эти суждения, то переходится, вот это вот вытекает из этого, а из этого вытекает это, и тогда, следовательно, вот это. Это что? Это умозаключение. И умозаключение развивается из суждения. Поэтому следующий раздел будет умозаключение. То есть сначала идут суждения, то есть особенные, единичные и всеобщие, потом идут суждения, потом умозаключения, а потом что? А потом идет, говорит, объективность раздел. Вдруг в субъективном разделе объективность. Какая здесь может быть объективность? Объективно надо мир отражать в голове. Нормальная постановка вопроса? Вы как собираетесь отражать мир? Объективно или искажать собираетесь? Есть тут люди, которые собираются искажать тот мир, в котором мы живем? Нету. Они просто будут наблюдать. Есть такие люди, которые просто хотят наблюдать, какой мир, и знать, что все у нас плохо. Поэтому там начинает перечислять Гегель механизм, химизм, то есть разные формы, уровни. По существу материи, он слова материи тут не употребляет. Но по сути дела, это наблюдение со стороны человека, субъекта, на материю направленное. И вот механизм, химизм, мы добавили бы еще организм, и, наконец, высшая общественная форма движения материи. А дальше? А дальше надо... Вот кончается этот разделчик. Цель и полагание. Цель. Это значит, что такое цель? У вас есть цель в жизни? А вы знаете, что такое цель? Может, у вас она есть, а вы просто не знаете. Цель – это что? Что, не знаешь, что такое цель? Не знаю, в таком не знаю. Так. А понять, значит, выразить в понятиях, говорил Гегель. То есть не знаешь, как сформулировать, значит, не можешь передать другому. А не можешь передать другому, значит, это еще не усвоено. Правильно? Усвоенным является то, что можно передать другому в форме понятий. Иначе, вот представьте, я вот как преподаватель, я вообще-то понимаю, но выразить вам не могу. Сейчас я на вас посмотрю. Вы поняли? Да. Вот, он понял. Он самый способный, я с ним буду заниматься. А все остальные не поняли. Такая штука. То есть надо выражать в понятиях. Это вот, ну, в этом наука логики состоит. Так. Цель. Цель. Кто может поставить? Только человек. Животные инстинкты другие. Они инстинкты, у них много инстинктов. И они довольно забавные. Но цель, целесообразная деятельность, которая проявляет себя в труде у человека. И не случайно там вы найдете у Егеля, что плуг почтение, вот даже зерен, которые с помощью этого плуга получаются. Почему? Потому что он позволяет систематически вам получать. И много этой пшеницы. Поэтому он даже рассматривает и средства производства. Там есть понятие цели и средства. Есть средства достижения цели, а есть цели. Человек чем отличается? Это же он ставит цели и решает задачу, связанную с движением к этой цели. Целеполагание. Поэтому в цели уже предвосхищен результат. Правда? Это результат, который имеется идеально. Но он не оторван от действительности. Это тот результат, к которому можно прийти путем борьбы, труда, производства, побед и так далее. И наоборот. Человек, который не собирается положить ни труда, ни борьбы на дело, то он просто мечтает. А хорошо бы сейчас мы сидели с вами в Кремлевском дворце съездов. И вот он был бы у нас. Он больше всего о государстве говорит. Он был бы у нас руководителем государства. А сейчас бы у нас был тут банкет. И так далее. То есть можно напридумывать всяких целей. И любой человек может напридумывать тьму всяких там фантазий. А вот фантастическое изображение мира – это дело религии. Она – это вот как жизнь на небесах. Вот когда нас с вами не будет, мы будем там. И там будут райские яблочки. Только у нас зубов не будет. Мы мимо них будем пролетать, и нам будет так завидно, что они есть, а нам нечем их укусить. Поэтому не всё сказано вот в этих святых книгах. Вот этот момент не раскрыт. Потому что там попадёшь, а потом выяснится, что и есть-то нечем эти райские яблочки. Весело только в аду. Там народа много, там как-то тепло. То есть это, как известно, ещё Гейгель говорил, что это фантастические изображения земного мира, но как мир на небесах. Ну, земной, вот вы сейчас вот на этих, нападаете на миллиардеров. Они же несчастные люди, им же закрыт путь туда. Что написано в Библии? Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Кабинисты считают иначе. Они считают, что если деньги есть, значит тебе... Не надо мне рассказывать. Я Библию прочитал, всё. Чувствую, вы не прочитали. Но кабинисты это другая. Мы не прочитали Библию. Мы у нас православная церковь. Мы читаем. Вот мы своё читаем. И вот поэтому, раз у нас, у богатых, нет никакой возможности туда попасть, в рай, то надо нас понимать правильно. Мы должны здесь иметь рай. А вам-то зачем сейчас здесь рай? Вы же получите потом жизнь вечную на небе. Поэтому сейчас у меня миллиарды, а вам? У нас извините. Да. Вот так. То есть, хотя вроде бы так, красиво всё говорится, что мы попадём, да, мы попадём. А у них сейчас рай. А у вас сейчас ад. А не рай. Так. Что такое цель? Что? Это цель, это предвосхищение того результата, который вы хотите получить. Вы когда что-то хотите получить, если вы хотите получить дуб, надо посадить жёлудь. Вы когда жёлудь сажаете, вы что хотите вырастить? Пшеницу? Не получится пшеница. Как-то гибрид сделать, привить к жёлудю пшеничное зерно не получится. Поэтому вот если вы посадите дуб, то цель надо ставить с пониманием того, можно ли этой цели достигнуть. Поэтому предвосхищение не такого результата, который можно просто выдумать, а который вытекает из предшествующей деятельности, который непосредственным результатом деятельности будет. Предвосхищение результата вашей деятельности вы будете копать, и вы будете выращивать. Поэтому, но если вы ей вообще цели не поставили, то точно ничего не получится. Ваша вся работа бесцельна. Но если она бесцельна, она бессодержательна и ни к чему не приведёт. Поэтому без цели, без цели полагания не может. Это тоже очень интересный раздел. И, наконец, завершение этого всего, Гегель рассматривает понятие идеи. Идея, она у него в двух ипостасях. Первая ипостася – это идея отражения мира. Это идея познания. Надо мир познавать. Так? Вот. И вот представьте себе, мы его познали. И всё мы с вами уже знаем. И что? И ничего. Дескать, мы вот в красном университете закончили, всё узнали. Жизнь наша плохая в России. Плохая. А ещё когда всё это ещё и узнаешь, ужас вообще даже. И жизнь стала тошнее, чем раньше было. Кошмар. Раньше хоть я не знал этого всего, а теперь узнал. И теперь вот хочется повеситься. Не знаю, повеситься или нет. Ну, обещает рай, правда. Вот. Но это не доказано. Это проверять не хочется. Потому что оттуда не возвращаются, поэтому туда-то влезет не проблема, да? Поэтому, значит, а есть другая часть у него – идея добра, которая сводится к чему? К преобразованию мира. К преобразованию действительности. То есть человек, добро состоит в том, что он улучшает жизнь, преобразовывает. Но это прямо подводит нас к чему? И к партии передового класса, и к тому, что партия в своей программе должна поставить цели. И цели поставить не такие, как ему в голову придет, а научные, то есть к которым можно прийти, к которым неизбежно придет человечество. И уже и приходило. Сейчас программу партии очень легко составлять, потому что мы уже один раз были при социализме. Поэтому нам в России это не проблема. Это другие страны, они там один раз только построили. А массу все время по два раза. И советы у нас дважды возникали и в пятом, и в семнадцатом году. Да, вот там Троица. Третья революция уже была, Третья русская. Насчет Троица революция была. А после контрреволюции еще не было революции. Так что после реставрации капитализма еще не было, так что вот так. И вот эта самая замечательная часть, вот эта идея. Идея это что за мысль? Вот потолок белый, это идея? Нет. А пол коричневой тоже не идея? А что вы человек, это не идея? Тоже нет? А где идея? У вас есть идея какая-нибудь? Какая? А? Только у вас цель-то хоть хорошая? Это вы такая, у вас идея пустая. Она по форме идея, а по содержанию абсолютно пустая. Это такие у вас идеи в Красном Америке сетете? Да. А что у вас вообще в Красном Америке сетете у нас творится? То есть Мордовия. Есть какие-то идеи, но они пустые по содержанию. Есть цель и есть пути к этой цели, но ни про цель ничего не известно, ни про пути. Так что ли? Какая цель-то должна быть? Из чего она вытекает? Преобразование. Такое преобразование-то бывает, это как перестройка. Можно ведь так преобразовать, что потом никто не выживет. Ну вот мы понимаем, что если будет ядерная война, то мы все погибнем. Да, это вот такая перестройка? Хорошо. То есть это понимание, это еще не все. Это слабо. Непонимание нужно. Если понимание у нас, вы понятие развития знаете? Ну так надо такие цели ставить, которые способствуют развитию, а не деградации. А у нас целое поколение, так сказать, верхушки партийной ставило цели, реализация которых уничтожает страну. И сейчас продолжает уничтожать. Поэтому постановка целей и реализация этих целей, допустим, чубайсовских, античеловеческих, ничего общего с преобразованием мира не имеет. Но мир исковеркан, а не просто они преобразованы. Мы не говорили о чубайсове. А? Мы точка зрения чубайсов. А у вас с точки зрения чубайса? Я нет. Ну так а что? Взяли вы, выдвинули идею чубайса расстрелять за уничтожение экономики России. А вы вместо этого, значит, начинаете говорить о чубайсове с точки зрения чубайса, вас надо расстрелять. Я не знаю, какая идея чубайса рассмотреть. Ну вот я ее рассмотрел. Так вы рассмотрели, знаете, как птичка летит над озером, и озеро рассматривает эту птичку и правильно ее отражает. Вы как озеро. А вы должны быть, а чубайс пролетал над озером, надо бы вода поднялась, и вы утопили. Вот это было бы да. Где идея? Идеи у вас нету прогрессивной. Идея вытекает из развития. Общество развивается, надо знать, в чем состоит его развитие. Какой класс отвечает за это развитие, какой класс передовой. И это развитие осуществляется сознательно. Той партии, которая возглавляет. Потому что смысл партии это что? Сознательный авангард класса. Так? Голова. Мозг класса. Как мы говорим. Сила класса. Слава класса. Становой хребет. Мозг класса. Вот если это есть, вот она и ставит эти цели. Но не бесцельные цели. Не пустые. А цели, которые вытекают не из задач, которые сами себе поставили члены партии. Это никого не интересует. Члены партии должны поставить те задачи, которые вытекают из интересов класса, который они представляют. А если они сами себя представляют, то это никакая не партия. Это группа людей, которая называлась партией. Политической. Партия должна быть служанкой класса. Кто должен кому служить? Партия класса или класс партии? А вот у Зиновьева была идея диктатуры партии. Говорит, вот Ленин говорил, что партия все решает. Партия то делает, партия все делает. Давайте прямо напишем диктатуру партии. А Сталин тогда говорит, что это вот товарищ Троцкий написал, что партия не ошибается. Это говорит, комплимент с некоторой долей и легкий. Потому что все ошибаются, и партия ошибается, и народ ошибается. А мы не говорим, что мы не ошибаемся, но мы должны поставить свои задачи, целью осуществления, реализации интересов класса и должны классу служить. А те, которые говорят, что партия, диктатура партии вместо диктатуры класса, они все переворачивают. И вот эта диктатура партии у нас сложилась к 60-му году, к 61-му. И вот эта диктатура партии перевернула всю нашу жизнь. Потому что эта партия, которая сама для себя это делает, а не интересная. Она выкинула диктатуру Петриата, значит, это что означает? Что мы такие важные, члены политбюро, секретари, будем вот этим, вот этим, вот этим, вот этим всем служить, да ни за что. И все, стало рассыпаться. Поэтому единственная, так сказать, мысль, которая может привести к прогрессу общества, это осуществлять интересы передового класса. Они свои собственные, а свои собственные это не противоречит. То есть в рабочий класс, если он передовой, он выражает же интересы всех трудящихся. Но тунеядцев интересы он не выражает, ну уж извините. Если среди нас есть тунеядцы, ну просим у них прощения. Эта диктатура Петриата им не поможет, она даже им помешает тунеядствовать, правильно? А, например, при Хрущеве был принят закон о мелких хищениях. До 500 рублей можете уносить каждый день. А при Сталине был такой закон, и Сталин об этом говорил, что вот буржуазия частную собственность свою уважает, и она приучила всех к тому, что частная собственность должна быть священной и неприкосновенной. Если мы хотим построить новое общество, мы должны всех приучить к тому, что общественная собственность является священной и неприкосновенной. Если мы этого не сделаем, не будет у нас ничего. У нас сейчас государственная собственность является священной и неприкосновенной. Вот полковник Захарыченко 9 миллиардов взял, и чего? Да так особенно ничего. А? Ну где-то да, вот что-то да. И этот вот Хорошавин, который полтора миллиарда у него, прямо в кабинете нашли, вот прям как вытащили 5000, весь пол был засыпан. И что с ним сделали? А ничего такого особенного. Ну, я думаю, что в Китае бы за это расстреляли сразу. И при Сталине бы расстреляли. Почему? Да это люди, которые всех... Это же не просто так. Это значит, когда есть одни, ну, как бы, собирают под чуть ли не объедки, и мне на что жить, то вот эти вот люди, которые имеют такие бешеные деньги, эксплуататоры, они, как говорил Ленин, богатые жулики, тунеядцы и хулиганы. Тунеядцы здесь ключевое слово. Хулиганы тоже помогают. Они же тоже берут чужое. Враги социализма, враги трудящихся, и расправляться с ними нужно беспощадно. А всякое нежничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. Вот ленинская постановка вопроса. А насчет смертной казни он очень просто говорил. Пусть смертную казнь меняют господа убийцы. Ну, как бы, никто не убивает никого, и смертная казнь они приговаривают. А как вы раньше убивают, и все больше убивают, а вы смертную казнь отменили. И как-то у вас не вяжется. Смертная... Это же государство, она же реакция. Нет негативных явлений, оно умирает, засыпает государство. У нас государство не цель и не сама цель, а это отрицание-отрицание. Государство выполняет функции отрицания-отрицания. В самом насилии ничего положительного нет. Правильно? Вот я над вами буду осуществлять насилие. Это хорошо, что ли? Не, ну, если вы не то будете делать, то может и хорошо. Но если вы то делаете, никак не может быть этого насилия. То есть сама по себе государство никак не может быть целью. Но тот же Бухарин говорил, вот пролетариат, он, значит, строит новое общество и вбивает осиновый кол в могилу государства. Ленин с этим не согласился. То есть вы рассматриваете государство как что-то вредное, которому нужно, оно не является полезным само по себе. Оно вредное, как отрицание-отрицание. Оно вредное, пока есть вредные действия. Так вы займитесь уничтожением и вредных действий, но если нет, вот беру статью уголовного кодекса, начинаю листать, и нет никаких действий, которые подпадают не под одну статью. Что с тюремным заключением? Тюрьму надо закрывать. Так? Причем, ну как, а как не закрывать? Сидят люди, пустые камеры, никого нельзя приговорить. Ну нет таких нарушений. Раз нет нарушений, значит, нет наказаний. Там жить в уголовном кодексе нет такого, что наказываем независимо от того, есть у вас представление, потому что тюрьмы должны жить. У нас зарплаты там, у нас там есть надсмотрщики, у нас есть начальник тюрьмы, а вы вот не хотите сидеть в тюрьме. Ну смысл государства, в отрицании отрицательного. Нет отрицательного, нет и государства. Государство умирает. Поэтому, а государству, пролетарству, он поставит памятник за то, что оно беспощадно боролось с отрицательными явлениями, с тем, что противоположно интересам громадного большинства трудящих. Памятник. А Бухарин хотел осиновый кол. А осиновый кол поставили Бухарину в итоге. Ну так, такова ирония истории. Ну на такой оптимистической ноте. Позвольте завершить это занятие. Аханятия. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...